Отчета главы муниципалитета за год в традиционном формате не будет. Эльмир Хаймурзина намерена лично и предметно рассказывать об итогах работы и планах администрации Красногорска в ходе серии встреч с жителями отдельных территорий. Очередное мероприятие прошло в Апалихе. Три от всех дорог, которые запланировали мы в ремонт в этом году, а их 55 всего, 18 дорог будет сделано в микрорайоне Апалихе у вас здесь, в этой части города. Вот адресный перечень. В 2019 году на станции Апалихе запланирован большой объем работ в рамках строительства второго московского центрального диаметра. До конца этого года должен быть обустроен надземный пешеходный переход и парковка на 200 машин. До конца следующего эстакада через железнодорожный переезд. Появятся удобные остановки для автобусов и такси. Планируется строительство большого конкорса там, то есть она будет крытая. Будут перенесены две платформы. Сейчас с апреля месяца дополнительно будут в сторону, где размещены парковочные места, еще будут отведены под 200. В сторону Серебрянки под 200 парковочных мест. Сейчас еще самое главное. Подрядчиков, которые строят, мы обязали, чтобы они сделали двухметровый тротуар на стил. Жители Апалихи-О-3, как и многие в округе, рады таким планам, но не очень столь близкому соседству путепровода и предложили его перенести чуть дальше. Мы покупали квартиры в этом жилом комплексе на основании презентации застройщика. И он презентовал его, в принципе, как закрытый жилой комплекс. Там изначально двух застройщиков построен текущий ДПП. Проектированием путепровода занимаются федеральные структуры. Это часть объекта федеральной инфраструктуры. Если у вас есть такое пожелание, значит, его надо оформить и написать. Написать вы можете, если так проще вам, в наш адрес. Я переадресую в адрес проектировщиков. В микрорайоне Апалихи-О-3 до конца 2020 года, а то и раньше, как уточнили на встрече, будет открыта школа на 825 мест. На 125 уже в этом году на улице Горького должны достроить детсад. А вот пристрой к имеющимся соцобъектам, в том числе поликлиники, пока не планируется. О новой схеме медицинского обслуживания жители пожаловались главе. В частности, Апалиховцам сложно добираться до Павшинской поймы, куда их стали направлять после оптимизации учреждений здравоохранения. У нас есть точно такая же жалоба жителей Ильинского. Это было на прошлой неделе. И мы уже запланировали, уже схему маршрута составили с перевозчиком. Сейчас будем согласовывать, где-то 6 месяцев. Со станции Павшина маршрут, который заходит в Павшинскую пойму, делает там круг, и плюс еще. Вот этот московский центральный диаметр делает станцию возле, напротив Пенягинского кладбища и между Павшинской поймой и Пенягинской. Там будет станция с пешеходным переходом на ту сторону. То есть, вам будет ехать до этой станции с Апалихи минут 20. О некачественном капремонте в нескольких домах, о шумозащитном экране для частного сектора, общественной бане, парковках в изумрудных холмах и многом другом. Разговор на встрече зашел об уборке снега. Тротуаров в Апалихе нет, пожаловались жители. Они засыпаны убранным с дорог снегом. Глава округа пообещала лично проехать по названным улицам и проверить качество сезонной уборки. Также был поднят вопрос благоустройства пруда в Новонекольском по аналогии с Апалиховским. Встреча в ДК продолжалась больше трех часов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...